Бодрый, рассудительный и с юморком. На свои 94 он никак не тянет. А всё потому, что жизнь закалила его по полной. Родился Николай в мае 1924-го в одной из деревушек Вологодской области. Детство было не из лёгких. Отец умер рано, сам Коля – самый старший семи детей. А потому уже пятиклассникам ему пришлось взвалить на себя немалый фронт мужских работ. Заготавливал дрова на зиму, занимался ремонтом, чинил валенки. Они и вовсе были одни на двоих. Так скудно в те времена жила его семья. И вот пришла война. А вместе с ней в 1942-м и повестка. Призвали молодого Петялина в Заполярье. Войска под Мурманском. Немец бомбил почти каждый день. Спокоя не было. Там в этом посёлке был военный аэродром большой. Там дискуссировалось много самолётов. Штурмовики, истребители, бомбардировщики. Мы обслуживали эти самолёты. Подвозили к ним боеприпасы, вооружение. Ну и рано самолётов, особенно в ночное время. Ветеран вспоминает, там зимой дни короткие. Поздно светает, рано темнеет. Но немцев это нисколько не останавливало. Военный аэродром бомбили и днём, и ночью. Рядом в посёлке была и гидростанция, и ещё один знаковый объект, который фашисты также пытались разрушить. Не удалось. Ведь кругом со стороны русских стояли зенитные комплексы. Вспомнил один эпизод, как немцы прилетают, воздушная тревога. Потом сказали, отбой воздушной тревоги. Откуда-то не возьмись, из-за сопок вылетает немецкий самолёт. Видно уже, низко. И стреляют из пулемёта. Я как-то, как знал, что-то немножко в сторону отошёл. Я охранял тогда продовольственный склад. Если бы не отошёл, так меня скочило бы. Вот так и спасся чудом. Позже пришлось побывать и на Карельском фронте. Там с надополчанами как-то раз ему довелось прочесывать лесной массив. В дебрях деревьев прятались так называемые кукушки. Снайперы из Асланца, которые мигом передавали сигналы на сторону неприятеля. Как только с аэродрома под Мурманском вылетали самолёты. Обстановка была накалена. Жара, трупы в лесу валяются немецкие формы. Видно, что немецкие трупы. Командир кричит, только где пить. Пить только, говорят, кипяченую воду. Вот таким было его первое столкновение с немцами. Но далеко не последнее. Орден Красной Звезды Николай Петялин получил за форсирование реки Свирь. Тогда на плотах на другой берег смогли добраться далеко не все бойцы. Многие погибли при обстреле со стороны немцев. Нашему герою с товарищем посчастливилось, перешли. Впрочем, без ранений на войне всё же не обошлось. В 44-м при бомбёжке его полностью завалилось землёй. Он выкарабкался, но получил лёгкую контузию. Шрам на шее тоже с тех времён. После отправили обратно на тот же военный аэродром под Мурманском, где в 42-м он и начинал своё победное шествие. Здесь и встретил весть о конце войны. Помню ещё. С радостью сделал выстрел кверху из зенитовки. А в Мурманской там 20 километров даже не так было слышно, но стреляли с радостью. Там же корабли, там же много там уровней. Но служба в армии в тот же день не закончилась. С 45-го по 48-й Николаю Ивановичу довелось послужить в Финляндии и Норвегии. Там вместе со служивцами они в основном зачищали местные территории от бомб, перекрывали дороги и уничтожали снаряды. К концу службы ему было всего 24. Но столько опыта за спиной. Позже он ему ещё не раз пригодился, ведь после войны Петерин ещё целых 35 лет провёл на службе в Печорской полиции. Любовь Лапина, Евгений Грох, телеканал Юрген.